Слава Господу, брати и сестры! В Украине есть хорошая такая поговорка. Говорят, что на первый день гисть — это золото. Гость — это золото. На второй день гость — это медь. А на третий день до дому едет. Вот я позавчера прилетел к вам. Вчера мы имели хороший класс. Сегодня собрание, и отсюда сразу в аэропорт. Но в эти несколько минут, которые есть у нас, мы немножко продолжим говорить о миссии. В эти несколько дней мы говорили о том, что миссия — это не просто одно из служений в церкви. Это ключевая причина существования церкви. Все наши служения в церкви направлены на то, чтобы Господь был прославлен. Слово «прославлен» то есть мы хотим сделать Его имя известным. Мы знаем людей, которые знали Бога, но не прославили Его как Бога. То есть не сделали Его имя известным. Но это не о нас. Мы познали Бога, и мы хотим прославить Его. Я буду читать вместе с вами евангелиста Иоанна с 4 главы, с 4 стиха. Если можно, я на русском прочитаю. Написано так. «Надлежало же Ему проходить через Самарию. И так приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. И Иисус, отрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня Самарянки? Ибо иудеи с Самарянами не сообщаются». И Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит Ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего, Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду этого жаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит Ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит Ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме?» Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть в духе, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою». Друзья, дорогие, братья и сестры, мы знаем из Библии, какие сложные отношения были между иудеями и самаряном. Это продолжалось 700 лет. В основе лежали религиозные противоречия. Их было три. В частности, иудеи чтили весь Ветхий Завет. Самаряне чтили только Пятикнижья Моисея. Иудеи поклонялись в Иерусалиме, там был храм. Самаряне поклонялись на своей горе, которая называлась Геразим. И третье отличие было в том, что у них были разные ожидания Мессии. Иудеи ожидали Мессию из колена Иудина. Самаряне ожидали Мессию из другого рода. Вот эти три религиозные причины обусловили постоянное напряжение в отношениях между ними. Иудеи дружили с галилеянами. Галилеяны. И между Иудеей и Галилеей находилась Самария. Но иудеи не хотели идти через Самарию. Они обходили через Едомскую пустыню на востоке. Но лучше пройти через пустыню, нежели встретиться с Самарянином. Они могли плыть по Средиземному морю на западе. Там были финикийские пираты и путешествие было опасно. Но лучше встретиться с пиратом, чем встретиться с Самарянином. И 4 стих 4 главы говорит, надлежало же Иисусу проходить через Самарию. И Иисус не стал обходить восточнее. И Иисус не стал западнее обходить. Он стал проходить через Самарию. Друзья, если разобраться, в каждого из нас есть своя Самария. Есть люди, с которыми мы не хотим общаться. Они отличаются от нас. У нас был конфликт, напряжение в жизни. Мы идем до края земли, но в Самарию не хотим прийти. Иногда это в церкви. Какой-то самарянин стоит по центру. И я в конце собрания обхожу вот через Едомскую пустыню в тот проход. Пытаюсь туда пойти. Но Иисусу надлежало проходить через Самарию. И мы знаем из деяния апостолов, что в Самарии принимают лучше, чем в Иерусалиме и Иудея. И если у тебя есть твоя Самария, необходимо пройти через нее. Итак, Иисус проходит через Самарию. Он утрудился от пути. Это говорит о том, что Он был истинным человеком. Ученики пошли купить пищу. Заметьте, что они не пошли в одиночку. Ходить иудеям в Самарии в одиночку было опасно. Иисуса они оставили одного. Он то за Себя постоит. 12 часов дня, когда солнце стояло в зените и никто не ходил никогда по воду, приходит женщина с сомнительной репутацией. И когда Иисус видит ее, Он даже с ней не здоровается. Он говорит, дай мне пить. Женщина была в шоке. Она знала, что Иудеи никогда не просят ничего у Самаряна. Вы знаете, что для еврея важно не только, что он ест, но и с чего он ест. Для еврея важно не только, что он пьет, но и с чего он пьет. И тут Иудей просит пить у нее Самарянки с ее посуды. Она была удивлена. Как он может это делать? И она говорит ему об этом. Иисус отвечает, если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобой? Иисус говорит, я на самом деле не проситель. Я даятель, просто ты об этом не знаешь. И в продолжении мы будем говорить о тех ступенях, которые прошла Самарянка по отношению к Христу. Потому что эти ступени свидетельствуют об изменении ее мировоззрения. на начальном этапе он для нее чужой. Он представитель другого народа, который не беседует и не имеет отношений с ее народом. Но его это не смущает. Он продолжает беседовать с ней. Несмотря на резкий отказ. Если мы посмотрим на много людей в этом мире, о них отношения к Иисусу как к чужой личности, я его не знаю, я не знаю, какое его дело ко мне, я не уверен, что он знает меня, он для меня чужой. Но потом Иисус ведет ее дальше. И она говорит, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Как ты говоришь, что у тебя вода живая? Это говорит о иронии. Это говорит о сарказме. Ты говоришь, что ты мне дашь воду. У тебя нет инструмента. У тебя нечем черпать. Какая вода? На второй ступеньке самарянки люди по отношению к Иисусу относятся иронично. Они говорят следующее. А что вашему Иисусу есть дело до моих болезней? Иисус может добавить что-то в мой кошелек? Вы смеетесь или что? Люди иронично относятся к Иисусу. Знаете, в Советском Союзе иронии не было. Разве на кухне могли иронизировать? Но когда много есть информации, люди иронично относятся к этой информации. Люди treat this information very ironically. Есть такой закон. Количество информации определяет мое отношение к ней. Мало информации, более трепетное отношение. когда много информации, избирательное отношение к ней. Вот представьте, моя мать переписала Новый Завет вручную. И у нее отношение к слову очень трепетное. А все потому, что она знает, что такое духовный голод. В моем лэптапе 60 переводов Писания. И я эти переводы получил вот так, просто на клавишу нажал. И иногда я не чувствую такого трепетного отношения. Количество информации определяет мое отношение к ней. И иногда это ведет к иронии. Женщина видит, что у Иисуса нету никакого инструмента. Как он будет поить ее? Друзья, нету ли у нас ироничного сегодня отношения к Богу? Когда мы приходим в больницу или идем на войну, там нету иронии. Там разве что врачи иронизируют. но если ситуация серьезная, ты относишься к этому по-другому. Иисуса не смутило иронию самарянки. Иисус говорит, всякий пьющий воду этого жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. И тут женщина встала на третью ступеньку. Она говорит, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить больше сюда. Она говорит о материальной воде. она просит Иисуса обеспечить ей доставку воды на дом. Мы знаем, что эта женщина из-за своей плохой репутации она не могла приходить по воду тогда, когда другие приходили. Она приходила, когда никто не шел. И в этой жаре очень часто вода испарялась. И на третьей ступени она говорит, дай мне этой воды. Обычно такие люди рассматривают Иисуса как подателя материальных благ. Они не думают о Нем как Боге. Они нуждаются в Нем только когда у них есть проблема. И у нас говорят як тревога то до Бога. По тревозе то и побозе. Когда есть проблема ищут Бога. Когда есть болезнь стучат в небеса. Когда пришли трудности надо искать чего-то библейского. Когда все хорошо перестают искать Бога. У меня был сосед по имени Саша. Он всегда приходил ко мне когда ему надо было 20 гривен занять. И каждый раз когда он появлялся я понимал надо 20 гривен. И однажды я говорю ему Саша ты можешь прийти хотя бы один раз когда тебе ничего не надо. Мы поговорим попьем чай. Как я могу быть уверен в искренности твоих побуждений. К сожалению много христиан на третьей ступеньке самарянки. Они рассматривают Бога как инструмент. Мы слушаем их молитвы. Там всегда дай пошли благослови и ни одного слова о том что Он Господь что надо стать под Его Закон и после третьей ступеньки самарянки Иисус резко поменял разговор. Он говорит пойди позови мужа своего. И женщина которая много говорила стала отвечать коротко. Она говорит у меня нет мужа. Намного легче говорить о философско-богословских темах чем рассуждать о собственных грехах. Она коротко ответила Иисус два раза похвалил. Говорит это правду ты сказала. Это справедливо ты сказала. И она говорит Господи вижу что ты пророк. Она меняет отношение к Нему. Заметьте там был господин потом господин теперь господи ее отношение к Нему меняется. Он сказал какие-то детали ее жизни. Он не просто прохожий из Иудеи. Это особая личность. На четвертой ступени Самарянки Иисус для людей один из немногих просвещенных. На самом деле этих людей немного. Они знают будущее. И многие люди именно на этом стоят. Когда Иисус однажды спросил учеников за кого люди почитают Меня. Ученики сказали что люди тебя почитают за Илию или за одного из пророков. И вот много людей считают что Иисус это особенная личность. Но кроме Иисуса есть еще Мухаммед. Кроме Мухаммеда есть еще Будда. Есть еще Конфуции, Лао Цзы. Они приблизительно одинакового уровня. Иисус для таких людей один из немногих. Один из немногих пророков, один из немногих просвещенных. И как бы пытаясь уйти от своих проблем, женщина начинает говорить о поклонении. Это очень интересно, почему Иисус о поклонении не говорит с фарисеями. Почему Иисус о поклонении не говорит со своими учениками. Он о поклонении не говорит с этой женщиной. Это потрясающий текст. Главная тема этого текста Иисуса не интересует место поклонения. Иисуса интересует состояние поклонников. Осознавая вот этот конфликт между самарянами и иудеями, этот конфликт основанный где надо поклоняться. Иисус говорит, место поклонения не важно. Главное это состояние поклонников. и когда они проговорили об поклонении, женщина говорит о своих ожиданиях Мессии. И Иисус говорит, это я, который говорю с тобой. Иисус говорит, если с Никодимом чуть раньше Иисус о мессианстве говорил намеками, то женщине об этом мессианстве говорит прямо. И женщина становится на пятую ступеньку. Когда Иисус это не один из немногих, а когда Он становится для Него единственным. С Ним не может сравниться никто. И в результате ее поведение меняется. Она оставляет водонос и бежит в свой город. На пятой ступеньке Самарянки Иисус исключительно Личность. Когда Он родился, назвали Его Чудный. В переводе это означает единственный неповторимый. Вы помните, когда Никодим к Нему пришел? Он говорит, такие чудеса, как ты творишь, никто не может творить. Позже когда на кресте висит этот разбойник и другой разбойник начал злословить Иисуса, а этот, которому открылась истина об Иисусе, он говорит, что это особая личность. Мы достойные по делам своим приняли, а Он ничего худого не сделал. Он увидел, что это особая личность. Иисус говорит, ныне же будешь со Мною в раю. Почему разбойник попал в раю? Он увидел особенность в Иисусе. Иисус стал для него исключительной личностью. И когда дальше Иисус беседовал своими учениками в Кесарии Филипповой, Он говорит учениками или спрашивает их, за кого вы меня почитаете? И Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Если люди говорили, что Он один из пророков, то Петр провозгласил, что это особая личность. Иисус говорит, блажен ты, Петр. Потому что это не плодь и кровь открыли тебе. Это Отец Мой Сущий на Небесах. Друзья, до четвертой ступеньки Самарянки мы можем довести людей с помощью аргументов. Мы можем убеждать их в этом. Мы можем объяснять им что-то. они примут наши доводы. Но переход с четвертой на пятую ступеньку это то, что не находится во власти нашего ума. Это то, что не находится во власти наших аргументов. Это то, что не находится во власти апологетики. Чтобы человек признал Иисуса единственным и неповторимым необходимость сверхъестественной Божьей откровения. Знаете, у меня тесть и теща пока еще не знают Иисуса на пятой ступеньке. Теща уже на четвертой. Она посещает церковь. И мы уже все сказали об Иисусе. Мы стараемся жить по-христиански. И я говорю своей жене. Теперь мы говорим не о тёще об Иисусе, а будем говорить и Иисусе об тёще. Потому что переход четвертую на пятую ступеньку не в нашей власти. Это момент откровения. Это то, что приходит от Бога. И я хотел бы спросить тебя, кто для тебя Иисус? Находишься ли ты на пятой ступеньке? Возможно, Он только удовлетворитель твоих материальных потребностей. Возможно, Он один из немногих просвещенных. А возможно, ты иронизируешь над Его Словом. Ты воспринимаешь серьезно свидетельство. Если ты стоишь на пятой ступеньке, ты не останешься прежним. Когда женщина стала на этот уровень, она оставила свой водонос. Это была причина ее прихода к этому колодцу. и она побежала к людям, которых она не хотела видеть. Поэтому она пришла тогда, когда была жара. И теперь она бежит к этим людям. Это удивительно. Когда открывается истина о том, что Иисус единственный неповторимый, жизнь не может продолжаться так, как продолжалось до этого. Тебе открыто самое великое. Ты знаешь Мессию. Ты не можешь жить так, как ты жил до этого времени. Ты оставляешь водонос. Ты оставляешь материальные моменты. У тебя другие интересы. У тебя другие цели. Ты понял, что Он Сын Божий. Тебе пришло это откровение. Женщина бежит в город, и она говорит этим людям, что Я нашла Мессию, Он говорил со Мною. Это очень интересно. Иисус прикоснулся к одной, но через нее Он прикоснулся к тысячам. Когда мы прикасаемся к одной Личности Слово Божьему, мы не должны думать, что это только одна Личность. Вы знаете, почему ангелы радуются, когда один грешник кается? Они не только радуются, что еще одна душа для Царства приобретена. Они радуются, потому что пришел свежий свидетель в Церковь. Знаете, мы некоторые уже устали на пятой ступеньке. Для нас истина, что Иисус Господь привычный. И мы с этими водоносами по понедельникам и по вторникам рано встаем, поздно просиживаем. едим хлеб печали. А у нас самое великое откровение. А вот новообращенный это свежий свидетель. И ангелы радуются. Вот этот будет распространять. Он прикоснулся к одной, но через нее он прикоснулся к тысячам. я недавно в Америке беседовал с одной матерью. Она мне говорит, у меня пять детей. Четыре ребенка, хорошие христиане. Они проповедуют, поют, а один сын наркоман. Я ей говорю, вы бы радовались, 80% Богу служит, а 20% не служит. Она мне говорит, ты меня не понимаешь как мать. Более 20% больше, нежели радость о 80%. И когда я ее слушал как мать, я думал о моем Боге. Он оставляет 99%. И Он ищет одного. Потому что Он любит его. И Он знает, что если прикоснуться к нему, через него он может прикоснуться к тысяче. Большой город Сихарь, который в Ветхом Завете назван Сихем, благодаря Самарянке узнал об Иисусе. И это заканчивается потрясающе. И Иисус недаром пошел через Самарию. Он встретился с одной личностью, а через нее Он встретился с другими. Я не знаю, слышали ли вы о таком человеке по имени Шаваш, Шаваш, забыл фамилию, Шаваш его зовут, Карапетян, Шаваш Карапетян. Шаваш Карапетян. Это чемпион мира по подводному плаванию. Он 17 раз выигрывал этот статус чемпиона мира. Он установил много рекордов, находясь под водою. Он жил в Ереване. В Армении. в 70-х годах, когда еще его спортивная карьера продолжалась, он каждое утро бегал. И однажды он увидел автобус, который едет. автобус выехал на мост, он потерял управление, пробил ограждение моста и упал в глубокую реку. И когда этот чемпион мира по подводному плаванию увидел это, он понял, что это его время, он быстро начал прыгать в воду и он начал вытаскивать людей. В этом транспортном средстве было 92 человека. И он начал вытаскивать их один за другим. Было холодно и ничего не было видно, но он продолжал свою работу. И когда он выплыл 21 раз, он потерял сознание на берегу. Очнулся он в больнице. Он провел 45 дней в реанимации. Его спортивная карьера закончилась. И только через два года он мог быть на телевидении. И ему говорят, в автобусе было 92 человека. Вы вытащили 20 человек. Что вы можете сказать по этому поводу? Он говорит, у меня есть новость для вас. Я прыгнул 21 раз, но спас только 20 человек. А все потому, что один раз. когда я прыгнул в воду, я вытащил кресло вместо человека. Я думал, что я тащу человека, а сверху оказалось, что это кресло. И говорит, вот эти два года, это кресло, оно достает меня. Я думал, что я могу спасти еще одного человека. это еще одна жизнь, но я ошибся. И журналист говорит ему, вы бы радовались, вы спасли 20 людей. Вы герои, вас представят к наградам. Он говорит, это кресло не дает мне покоя. И когда я читал эту историю, я думал, братья и сестры, кого мы спасаем? Кто-то карьеру спасает? Кто-то спасает свои кресла? Кто-то спасает традиции? Кто-то деньги спасает, все мало. Иисус хочет прикоснуться к одному, чтобы он понял, что он не просто податель материальных благ, а что он единственный неповторимый. И потом это откровение будет двигать тебя всю жизнь. Ты будешь понимать ценность одной души. Ты будешь осознавать, что это жизнь, данная Богом, чтобы сделать имя Божье известным. Друзья, мы не должны смотреть на то, что нас мало. Мы должны смотреть на того, который чудный. являемся ли исключительной личностью для тебя сегодня. Не прибегаешь ли ты к нему только тогда, когда тебе что-то надо? Не сравниваешь ли эту личность ты с другими личностями? Я хочу сказать на примере этой книги, ни одна личность не сравнится с Иисусом. Ни другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Если у тебя есть это откровение, ты не останешься прежним. Ты будешь вытаскивать людей из этого болота. Ты будешь понимать, насколько им нужен Иисус. Его сила, Его благодать. Ангелы будут радоваться. К сожалению, я должен сказать еще что-то. Здесь в Америке я встретился с молодыми людьми, славянами. Я знал их как людей, которые учились в университетах. Я знал их по Украине как людей, которые жаждут знания. И когда я с ними встретился, они мне сказали, что они теперь атеисты. Я общался с ними в Сиэтле, в Сакраменто. И когда я пытался понять, что с ними произошло, я увидел, что у них обратный ход произошел по этой лестнице. Я так и не смог установить, был ли он для них чудным. Но потом они начали рассматривать Иисуса как одного из многих авторитетов или немногих. Потом они начали ему молиться, когда в самолете трясет. Потом они стали иронично отзываться о Евангелии. Они много знают. и Евангелия стала смотреться в их глазах неубедительно. И потом они сказали, что он для нас чужое. Мы его не знаем. И они апеллируют к этике верующих, но они не имеют отношения с ним. Я увидел, что есть опасность, что мы можем сойти вниз. Поэтому нам очень важно пребывать в Божьем Слове. И приобретая новые знания, нам надо усиливать свою позицию. Потому что наша сила не в количестве. Наша сила в глубине наших убеждений. И самое главное убеждение. И Иисус это эксклюзивная личность. Мое лучшее время принадлежит для Него. Моя молодость, мои лучшие таланты это для Иисуса. Первая, а не десятая часть моя, она принадлежит Ему. Все самое лучшее принадлежит Иисусу. Самарянка поняла эту ценность. Ее поведение поменялось. Поменялся сихарь. Какая наша реакция сегодня? Я хотел бы, чтобы мы поднялись сейчас в присутствии Божьем. И мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили своих родных и близких. Подумайте, на какой они ступеньки по отношению к Иисусу. Тот же самый вопрос касательно нас. Кто Иисус для тебя? Пусть это слово вдохновит нас. Если у тебя есть Самария, надо лежить через нее пройти. Не иди сегодня в Эдомской пустыне. Не надо обходить через море. В Самарии принимают лучше, чем Иерусалим и Иудея. Диакон Филипп это подтвердит. Когда он проповедовал весь город Самарийский, он принял Иисуса. Давайте мы обратимся к этой исключительной личности. Иисуса. to this one and only. Иисуса. Иисуса. Иисуса.